Ну, во-первых, конечно, поздравить соперника с победой. Наверное, победа заслуженная. Мы очень плохо начали первый тайм, поэтому здесь очень много ошибались, и причем ошибались возле своих ворот. Поэтому соперник, ну, однозначно где-то, наверное, на первые минут 15-20 имел хорошие такие подходы к нашим воротам. Затем у нас был неплохой отрезок в первом тайме, где мы, в общем-то, при счете 0-0 могли выжить из тех моментов, которые у нас были, там попали в перекладину, потом еще был хороший момент. Поэтому здесь забей мы, имея вот эти два неплохих момента, не знаю, как бы, может, игра повернулась. А вот в какую сторону. Поэтому здесь всегда, как бы, в любой игре бывают такие эпизоды, где игра может повернуться в ту или в иную сторону. Но, к сожалению, в общем-то, мы затем пропустили мяч после дальнего удара. Затем получили мяч в раздевалку со штрафного. Поэтому, наверное, исход игры уже был решен, наверное, в первом тайме. Во втором тайме, конечно, пытались за счет замен, как бы, и усилить, постараться усилить игру. Но, к сожалению, в общем-то, в атаке мы очень были, как бы, безидейные. Поэтому и практически во втором тайме не смогли ничего создать у ворот соперника. Поэтому, ну, еще раз, наверное, все-таки результаты по игре и за экономией. Я вообще не могу не спросить. Большую часть вашей карьеры игрока проходила в Кайрате, играли в Воронеже, много где играли, скажем так. Был сезон 78-79, когда выступали за Чикаловец. С какими чувствами вообще этот город? Что запомнилось с этой пары? Согласен. Ну, во-первых, однозначно я благодарен этому городу, благодарен команде, которая тогда называлась Чикаловец. В общем-то, здесь, наверное, связаны самые лучшие воспоминания в каком плане. Потому что, ну, этот город и эта команда, они мне, в общем-то, дали путевку в большой футбол. Вот, поэтому здесь самые приятные чувства с этим городом и с той командой, в которой я играл в 78-79 год. А с какими-то общаетесь? То есть с тех старых городов Чикаловцев? Ну, общаюсь, ну, непосредственно с бывшим вашим тренером, с Кирсановым, вот, с Толей Дубенчуком. Вот, ну, вот, непосредственно те люди, с кем, как бы, так, более близко.